С первых минут стало ясно, обычного разговора не будет. Все происходящее напоминало литературный театр, в котором вместе с ведущими участвовали юноши 14-й гимназии и зрители, отвечая на непредсказуемые вопросы. Мы хотим взглянуть на Есенина глазами его современников, услышать его собственные воспоминания. Людмила Александровна напоминает тот день, когда 17-летний Есенин приехал в Петербург в Блоку. Но поэта дома не застал, написал записку. Александр Александрович, вы меня не знаете, я хотел бы встретиться с вами. Встреча состоялась в 4 часа, как просил Есенин. Блок был поражен талантом деревенского паренька. Расслед ему сказал, как вы можете жить таким, каким, повернулся к нему Есенин, незащищенным. Блок пишет рекомендательное письмо издателям, и очень скоро появляется первая книга стихов «Радуница». И он пишет в это время, уверю, верю, счастье есть. Но мало кто знает о таком факте. И трагедия-то в том, что первое письмо Блока мы все знаем, а вот второе редко кто знает. Когда Блок отказал Сергею Александровичу, во второй попытке прийти к нему, это была трагедия для Есенина, когда Блок написал Сергею Александровичу, ведь то, о чем вы пишете, об этом-то мне и подумать страшно. Это было второе письмо Блока. Не все так просто было в жизни Есенина. И сегодня, утверждает Валерий Федорович, есть талантливые поэты. Беда в том, что многие разучились слышать и слушать, а само слово «поэт» отсутствует в списке профессий. Есенин особым образом относился к слову. Он говорил, что поэзия общается с нами на невербальном уровне, то есть не со словами, а с чем-то таким особенным, что в настоящих словах кроется, и что как бы как энергия считывается нами вот из этих стихов. Конечно, и в этот вечер звучали песни на слова Есенина, под гитару Вадима Мисхедова, рвал душу баян Бертоза, Владимира Васильевича Гарбусова, а главное, ребята узнавали новые неизвестные страницы жизни Есенина. Еще такой миф о Есенине, что Есенин пил достаточно много. В конце жизни да. Но это важный момент, потому что об этом спрашивают везде. И на самом деле, я хочу сказать, что Есенин до поездки за рубеж практически не пил. А знаете почему? Была одна очень интересная история, которая тоже сейчас возникла. Его спасла его мать. Вот как мать спасает сына. Однажды на проводах в армию, когда провожали в армию, рекруты уходили фактически. Вот Есенин на этих проводах, как часто бывает и сегодня, он очень сильно напился. И напился до беспамятства. И все уже думали, что он просто умрет. И не было бы в России у нас вот такого поэта. Вот это был как раз совсем юный Есенин. И что же сделала его мама? Вот как вы думаете, как она его спасла? Вот как в деревне спасали в то время? Тоже интересный штрих. Она его затащила в избу сама практически. Положила на лавку и стала бить его колотушкой по пяткам. И била до тех пор, я уж так скажу откровенно, пока его не вывернула и пока он не ожил. И вот так она спасла своего сына. После этого Есенин дал за рок не пить никогда. 3 октября этого года, когда Сергею Александровичу исполнилось бы 115 лет, на его могиле побывал Николай Оболонский. К Есенину иду, курица дым, протяжный лед гусей коснулся слуха. Еще торгует именем твоим, вся высохнула московская старуха. Как по реке весной плывущий сток, поэт, пришедший мир пытать любовью. Лежись в земле ногами на восток, кленовый лист струится к изголовью. Галина Поликарпова, Артем Бомоносов, телекомпания Одинцова.